Из-за дефицита антрацита остановились три крупнейшие украинские теплоэлектростанции. Резервы на Трипольской, Приднепровской и Змеевской ТЭС практически исчерпаны. А возобновление поставок угля с Донбасса пока не предвидится из-за торговой блокады. На Приднепровской станции побывала Елена Миндалюк. Датчики на главном щите Приднепровской ТЭС замерли. Все стрелки на нуле. Энергоблоки остановлены. Станция не вырабатывает тепло и электричество. Из-за этого 40 тысяч жителей Днепра без отопления и горячей воды. На жилмассиве Приднепровск жалуются. Воду теперь приходится греть на газу. А это значит, что в конце месяца придут платежки с немалыми суммами. Естественно, это все выливается в суммы, приличные суммы. И очень неудобно, потому что чувствуешь себя, не знаю, возвращаемся в каменный век. Работу Приднепровской ТЭС приостановили вынужденно, говорят работники. На складе осталось всего 30 тысяч тонн угля. Его пока хранят, как резерв топлива. Поставки антрацита с оккупированной территории прекратились в феврале с началом блокады. С того времени экономили, как могли. Работал лишь один из восьми энергоблоков. Мы работали минимальным составом оборудования при прекращении поставок. Это нам позволило без аварийно доработать до конца топительного сезона. За 62 года работы Приднепровская лишь один раз приостанавливала свою работу. Это было в 2015-м. Тогда на востоке Украины велись активные боевые действия. Железнодорожное сообщение тогда было прекращено. Теперь же составы с антрацитом не едут из-за торговой блокады Ордло. Альтернатива есть, говорят на станции. Уголь из ЮАР. Но он вдвое дороже. Сегодня реально импортный ресурс можно купить от 100 долларов и выше. Это при том, при всем, что все равно свободного ресурса этого угля нету. Даже по такой цене. В Украине 15 теплоэлектростанций. Кроме Приднепровской работу приостановили Трипольская и Змеевская. На грани остановки еще одна Криворожская. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.